Улица Ленина. Многие знают, что когда-то она называлась Астраханской. Улица Свободы звалась Владимирской. А вот площадь в самом центре носила имя Хлебный. Согласитесь, это очень красивое и аутентичное название. Ведь адресов с именем Владимира Ильича много в каждом городе. Мы должны быть отличны. Не типовой набор, название которого, к сожалению, пришел к нам в 20 веке, причем на французский лад в родительном падеже. То есть, живу на Крупской, прошел по Горького, убили на Есенина. Кур дают на Маяковке, Маяковского, Маяковская даже говорят, Крупская. То есть, видите, такое внедрение чужеродных форм в наш русский язык, многовековой сложившийся в названиях улиц и частей города он принес такие вот большие потери. То есть, почти все улицы старого города были переименованы. Мы за то, чтобы возвращать, тем более, что старый город невелик, всего одна сотая всей Большой Рязани. Из 230 улиц всего 12 сохранили свои исторические названия. Задача топонимической комиссии – восстановить названия улиц, которые уничтожены. И другая задача – отказаться от именных названий улиц совсем. Получили в наследство карту города. Вот она здесь представлена, карта города. И мы, конечно, льем слезы по поводу того, что нам досталось. Дело в том, что за 70 лет от советской власти в городе переименовали, именно переименовали 95% всех наших улиц. Мы стараемся давать название улицам, связанные непосредственно с городом Рязани. То есть с какими-то географическими, культурными объектами, историческими объектами. Когда необходимо нам назвать какую-то новую улицу, вот Игорь Николаевич, мы с ним вместе, еще несколько человек, мы выезжаем на место. Мы, прежде чем дать название новой улицы, мы изучаем местные особенности, местные топонимы. Мы стараемся встретиться с сторожилами близлежащих улиц, близлежащих населенных пунктов, которые нам рассказали, что вот в данной местности было раньше. Так, к примеру, появилась в городе улица Княжьи Поле. Когда-то здесь спаслись табуны некого князя. Так за местностью и закрепилось имя, которое дожило до сих дней. И теперь превратилось в очень красивое название улицы. У нас город Рязань, так же, как и другие города нашей страны, превратилось в мемориальное кладбище. Некоторые даже не осознают. Идем мы по городу, видим там Ленин умерший, там Дзержинский умерший, там и прочее-прочее. Свердлов у нас был, Маркс и Янгельский. То есть, получается, это не улицы, где можно порадоваться за название, красивое, хорошее название, а просто какое-то кладбище. Согласитесь, некоторые исторические названия не только звучат гораздо красивее, но и сподвигают покопаться в том, как исторически появилось именно это имя у данного места. Город – это история, да? А самое главное – это вообще имя, наверное. То есть, если бы мы сейчас по-другому называли наш город, не знаю, как вот еще до сих пор есть там, какие-нибудь Кировы там и все такое, мне бы это было очень неприятно, скажем так. А дальше идут улицы, имена этих улиц. И мы совсем недавно проголосовали за поправки Конституции, где есть такой пункт, как за историческую правду. Так вот, мне кажется, мы ее что-то никак не собираемся восстанавливать, эту историческую правду. Насколько получится у историков и краеведов восстановить такую справедливость, пока неизвестно, но работа в этом направлении ведется уже не один десяток лет. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».